Доброе утро дорогие телезрители и мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема баклажаны и я вам буду выносить да культура более сложная чем перцы гораздо сложнее гораздо теплолюбивее гораздо более любящие воду но ни те ни другие просто терпеть не могут когда кто-то скорябает у них там вот по поверхности пытаясь что-то взрыхлить да уйдите вы своими грабельками да не надо ничего корябать они просто без вас уже вырастут коли вы их посадили значит посмотрите в одном горшке тоже два баклажана как вы думаете это от жадности да конечно от жадности у русских что выпить украсть и помереть от жадности если таблеток конечно не купим да нет я очень люблю русских правда очень люблю это самый талантливый народ на свете посмотрите в этом горшке болтается какая-то зелень оригинальная худая такая худая потому что много света и поливки достаточно вот тут еще с красным стебельком это все наши с вами эксперименты вот в том контейнере это свекла это похоже морковка поэтому земля просто перемешана после посева все это будет сходить дело не в этом значит здесь тоже два баклажанчика баклажаны я выбрала не самые высокие но обильно плодоносящие а это означает что им тоже надо было быть посеянными хотелось бы в середине января если вы это сделали большие умнички если не сделали даже в середине февраля то пипец вряд ли вы конечно уже ну батута вы увидите но пару-тройку баклажан семью-то накормите а для того чтобы вот с этих двух получить полтора урожая да они один а баклажаны эти достаточно высокие их корень будет уходить вглубь на метр им каждый раз по два ведра воды надо будет наливать и отмульчировать поверхность почвы для того чтобы не трава не вредители не болезни через такой слой особенно солома хорошо они не пролезут вы поймите что от вас зависит то что с ними произойдет да они еще маленькие они еще только недавно пикированные они очень славно и у них по три настоящих листа и скажу я вам вот что я их подкормила ну как помните гидрогель ну такими колбасками какашками прям я бы сказала вот сюда и сюда закопаны вот по такой колбасочки и от поливки они медленно и верно распадаются а там составе там очень хороший компост травяной там куриные в помета немножко и еще микроэлементы включены что очень важно то есть медленно и верно идет подкормка вы же не слушаетесь моих советов вы так вот посмотрели я ладно ладно у меня все равно вырастет да я очень хотела бы чтобы выросла это правда значит а вот все пропало баклажаны также как и перцы они посажены в горшки 15 на 15 для чего для того чтобы сейчас они могли развивать корневую систему они напрягаться на верхнюю часть своих вот этих вот растений потому что им еще рано напрягаться им толстеть надо но не выпускать и за один за одним листья а корни должны занять весь объем объем этого горшка и чтобы они потом не сбросили баклажанчики при перекатке в лунку в парнике заметьте предпочитаю парники для баклажан и перцев нужно обязательно чтобы вот корни проекция и крона почти совпадали очень хотелось бы добиться результата если вдруг им будет мало места и они выйдут за пределы горшка я их просто перекочу еще больше вот и все что я сделаю как их кормить и как их далее с ними поступать мы с вами будем каждый раз проходить эти темы чтобы вы пошагово делали все правильно и научились понимать свои растения и делать то что надо и не делает того что не надо и не задавать мне вопросов 15 штук смотрите видео и задаете одни и те же вопросы не надо пожалуйста я уже старая мне уже все ку-ку значит ну желаю удачи потому что здесь все просто слишком не заглубляйте но все-таки до семи долей можете заглубить и перцы и баклажаны они до этого места дадут корневую систему выше уже вряд ли это не помидоры на на этом всего доброго до свидания здоровья вам и благополучия вам и вашим родным всегда с вами и всегда ваша тетя таня